Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорых дней и мамы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. На одной из недавних служб литургии произошла такая история, которую я хочу поделиться. На мой взгляд, это важно, знаете, понимать церковным людям. В один день как-то так случилось, что в наш храм пришло два человека с такой ситуацией, что они где-то покрестились на этой неделе, и батюшка им сказал, «Ну, вы можете причаститься в любом ближайшем храме». Кто-то не приходит на службу. Я всех своих прихожан знаю, но и большинство по имени, остальных в лицо. И когда приходит новый человек, и если он среди прихожан молящихся, это одна история. Если он сразу к чаше, у меня всегда возникает вопрос, что человек в себе несет, с чем он подходит к чаше. Поэтому всегда, когда, если по каким-то обстоятельствам вы оказались в другом храме, не в своем приходском, а, допустим, поисповедавшись, а пришли на службу в другой храм, лучше заранее подойти к батюшке на часах перед службой и объяснить ситуацию, что я хожу в этот храм, регулярно причащаюсь, вот вынуждена по каким-то обстоятельствам быть здесь, можно я у вас к чаше приступлю, чтобы это не было разбором перед чашей, когда священник уже вышел и стоит, и два человека из разных храмов приходят к батюшке. Вот мы причаститься хотим. Ну, священник, у него как бы такой уже навык, первый вопрос, он спрашивает, а что такое причастие, что в чаше? Но предполагается, что человек, который принял таинство крещения, он к этому каким-то образом шел, он что-то почитал, он готовился, он узнал свою веру. И тут выясняется, что ни тот, ни другая, они даже себе не представляют, что находится в чаше. Из этого делается вывод, что в каком-то смысле совершено духовное преступление, на мой взгляд. Это преступление крестить в современных условиях людей без подготовки. Может быть, это было как-то оправдано лет 50 назад, когда действительно не было никаких возможностей, но сейчас возможности есть и огласительные беседы, и встречи со священниками, и книги, которые готовят человека к крещению. Потому что нам от Христа дана четкая, конкретная заповедь. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать все, что я поверил вам. Это определенный алгоритм. То есть сначала научить вере во Христа, потом крестить, потом привить евангельскую нравственность. То есть вот церковить. А здесь, получается, нарушен вот этот завет Христа. Человека он перепрыгивает через узнавание веры, через научение веры, через приобретение каких-то начальных навыков и привычек отношений с Богом. Я даже боюсь подумать, что человек может и грехи-то никакие не оставил, не исправил. Может быть, он каким был, таким и остался. Но это недопустимо, потому что крещение — это проведение черты. Ты проводишь черту со своей прежней жизнью. Это рождение. Новый человек умирает ветки прежней и рождается новый. И священник, он обязательно должен подготовить человека. В противном случае это происходит то... Знаете, есть такое на войне, такое неприятное слово «мясо». Но когда молодых необученных солдат бросают, что называется, на убой, просто закрыть какой-то брешь. И это всегда произносится с таким отрицательным чувством, говоря о недобросовестности командиров, о их неопытности, бестолковости и так далее. Потому что не должны солдатики не быть готовыми к войне. Их обязательно нужно научить, что такое винтовка, с какой стороны она стреляет, как себя вести на поле боя. Так вот, крещение без подготовки — это преступление гораздо более тяжелое, чем то, о чем я сейчас говорю. Потому что речь идет о бессмертной душе. И на той стороне это не просто противник с винтовкой. Потому что тело дорогое, но все-таки душа гораздо ценнее тела. Гибнет тело, душа остается. Но если погибнет душа, ну как ее потом вернуть? Есть, конечно, способы, но речь сейчас не об этом. Так вот, дьявол, он и ждет как раз, как какую-то дешевую, легкую, удобную добычу такие души, которые не готовы ни к духовной брани, ни к пониманию, что возвращаться ко греху после крещения нельзя, умереть, но не перейти вот этой черты смертных грехов. Важно знать, где друзья, где свои, где госпиталь, где пункт приема пищи. Потому что, оказавшись на войне, там уже ты настолько растеряешься и можешь погибнуть в первом бою. Так вот, нельзя человеку давать права на вождение автомобиля, предварительно его этому не научив. И это прям такая боль. И, конечно, мы, пообщавшись с людьми, говорим, ну что, будем исправлять то, что вам не донали. Поэтому давайте попробуем все-таки пойти и, ну, как бы вернуться немножко назад и узнать о Христе, о духовной жизни. И уже потом, потихонечку, осознанно, узнав, что находится в чаше, подойти на причастие и остаться после этого внутри церкви. Вот такая история. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!